Пустые витрины и очереди. В России вслед за яйцами дорожает куриное мясо. Во многих городах его не купить даже втридорога. Оно превращается в дефицитный товар. Куриное мясо не продают в супермаркетах Челябинска, Екатеринбурга и Самары. Пустуют холодильники даже в Подмосковье. Об этом рассказывают и покупатели, и продавцы. Российские чиновники ситуацию связывают с январскими морозами. Но вот экономисты видят причину в другом. О новом дефиците продуктов в России расскажем в нашем следующем сюжете. Обеспечить яйцами всю Россию. Сегодня Турция заявила, что готова решить главную потребительскую проблему россиян. Вот прямо сейчас. Даже есть в первой категории 30 штук, но цен нет. Вот такая вот она обстановка. Пока мы не наблюдаем яиц из Турции и Азербайджана. Ни яиц, ни куриного мяса. В магазинах Подмосковья дефицит. Кадрами пустых полок делятся местные жители. Только одинокая волчица. Курица. Курица, да, ребят, смотрите. Цена тушки 190 рублей, но тут тоже шаром покати, да. Куриный отдел. Найти куриное филе, бедрышки и крылышки невозможно. И в супермаркетах Екатеринбурга, Челябинска, Самары и Ульяновска. Фотографии голых витрин показывают в соцсетях россияне, возмущенные нехваткой товара. Ситуация с курами. Набор для чехов пили. Сюда для бульона. И все. Нажаловались президента. Получите пустые полки с курицей. Ранее эти продукты рекордно подорожали. На предпоследние недели июля цены на куриное мясо в стране установили новый исторический рекорд. Ощутимо ударили по кошельку россияны и цены на яйца. Перед Новым годом в некоторых городах их стоимость выросла на 60%. Цены на яйца в Москве. В общем, я говорю только цены, потому что яиц нет в прямом смысле слова. Ни одной штучки. Очередь за яйцами. Вот такие очереди в 5 утра за дефицитными яйцами и мясом курицы в Белгороде. Это единственная машина с подобным товаром в городе. В Красноярске яйца продают поштучно, поскольку купить десяток многие россияне себе уже позволить не могут. Теперь яйца в местных супермаркетах можно купить поштучно. А на рынках горожане стоят в очередях, чтобы взять яйцо подешевле. Такой вот нетонкий намек на дефицит этого товара ощущают сейчас на себе красноярцы. Дефицит куриного мяса российские чиновники связывают с морозами и снегопадами. Уверяют, пострадала логистика. По яйцам и курятине ситуация будет тяжелая в течение всего ближайшего времени. Людям, конечно, надо объяснять, что это все, вот этот рост цен и соответственное снижение их благосостояния и покупательных возможностей, это все из войны. Ранее министр сельского хозяйства России Николай Патрушев обещал, после Нового года продукты подешевеют, на полках товар обязательно появится. Яйца закупят в других странах, Турции, Азербайджане. Это история для того, чтобы просто успокоить людей. Ни та, ни другая страна не смогут обеспечить должную логистику и доставлять эту продукцию на всю территорию страны. Более того, расплачиваться за яйца придется долларами или евро. Соответственно, эта продукция все равно будет дороже, чем та продукция, которая производится российскими компаниями. Спустя неделю после Нового года в магазинах все так же. Цены кусаются, а продуктов из базового набора не достать, сетуют российские покупатели. Господи, ребят, смотрите, пустые холодильники. А вот так выглядит холодильник с мясной продукцией. С кефиром явный кризис, все полки пустые. Я не понимаю, что тут произошло. Вообще, все, что мне надо, ничего нет. В сети также появляются видео с очередями и за другими товарами. Например, в Воронеже начался дефицит рыбы. Из-за санкций, ослабления рубля и международной изоляции российские производители столкнулись с рядом проблем. Нехваткой кормов для животных, дефицитом лекарственных препаратов, перебоями с поставкой запчастей для оборудования. В свою очередь, российские власти запрещают повышать цены. Все это приводит к дефициту товаров и повышенному спросу. Решить проблему быстро не получится, считают экономисты. Россия возвращается в голодные 90-е. Россия возвращается в голодные 90-е.